Добрый вечер. В Украине 20.00 в эфире подробности. О главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Пенсионное обострение. 73-летний моряк устроил дебош, который может стоить ему 15 лет свободы. Прощай транш. Почему Евросоюз не выплатит Украине третью часть финансовой помощи? Осторожно праздник. Почему в Потсдаме пришлось эвакуировать целую рождественскую ярмарку? Стрельба, штурм здания, взрывы и заложники. Все это под Одессой, в Белгород-Днестровском. О том, как в пятницу вечером 73-летний пенсионер поднял на уши областную полицию. И о том, чем это все закончилось, расскажет Андрей Анастасов. Все произошло в частном секторе на окраине Белгород-Днестровского. В одном из домов переполох устроил глава семейства, бывший моряк. Ему 73 года. В состоянии алкогольного опьянения мужчина поссорился с родными, выгнал на улицу дочь, начал палить в ее сторону из ружья, а после забаррикадировался внутри здания, взяв в заложники жену и вторую дочку. Угрожал при этом сжечь дом, но никаких внятных требований не выдвигал. Нас никто не собирается обманывать. Я вам гарантирую, что мы поможем. Только нам надо живой диалог. Давайте нормально поговорим, найдем компромисс. Вы же взрослый человек, вы моряк. Вот так пытался убедить пенсионера отпустить заложниц начальник областного управления полиции Дмитрий Головин. Он лично руководил операцией. Но злоумышленник вместо того, чтобы сдаться, начал стрелять в полицейских и бросать в их сторону бутылки с зажигательной смесью. В итоге силовики приняли решение штурмовать здание. Никто из заложников не пострадал. У злоумышленника было обнаружено и взято пятизарядное ружье, револьвер, а также так называемые коктейли Молотова. Мужчину задержали на вопросы, зачем стрелял, зачем вообще устроил все это. Бывший моряк дает невразумительные ответы. Дескать, родные требовали у него сбережения, а он не хотел их отдавать. Деньги хотели? Показать вам доллары? У меня там доллары. Показать они хотели их. Ну, с ними я... Ребята, я шо вы? Террорист? Да. Теперь в отношении пенсионера открыто сразу несколько уголовных производств. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. В Одессе также задержан лжеминер, требовавший миллионы долларов. В минувшую среду 18-летний юноша сообщил о том, что Одесский аэропорт заминирован, попросил 4 миллиона долларов. Правоохранители нашли неудавшегося террориста и мобильный телефон, с которого он звонил. За такой поступок молодому человеку грозит тюремное заключение до 6 лет. А вот как он сам объясняет причины своих действий. После потребления курительных смесей, вдруг предложил позвонить, поприкалываться. Позвонили в 102. Я начал говорить, а вот это полиция. В аэропорту заложена бомба. Я требую 4 миллиона долларов. Или подорву аэропорт. Эти деньги мне не нужны. Так как это, во-первых, был прикол. А во-вторых, я знал, что это просто... С меня могут даже в милиции поржать. Украинские войска вновь улучшили свое тактическое положение на фронте. Под Авдеевкой полностью освобожден один из поселков. Все детали расскажет наш спецкорр Геннадий Вивденко. По нашим подтвержденным данным из наших источников, украинские войска полностью освободили поселок Верхнеторецкое, севернее Авдеевки, в Донецкой области. Он по минским соглашениям должен контролироваться Украиной. Ранее поселок был разделен линией соприкосновения на две половины между ВСУ и оккупантами. В штабе АТО эти действия называют улучшением тактической ситуации. Мы можем укрепливать свои оборонные позиции. Можем переобладать их с метою того, чтобы военнослужащие наши не постраждали. Но новое про порушение минских домовностей идти не может. Сейчас украинские десантники сооружают новое укрепление. На новые позиции привозят солдаты необходимое оборудование. Местная почва глинистая и тяжелая в обработке. Используют бронетехнику. Наша техника. Вполне довозим ребятам все, что нужно. Боеприпасы и воду, и питание. Все нормально. С утра в Верхнеторецком было тихо. Местные жители вышли на улицы. Я спокойно с внуком гуляю. После полудня, по данным нацполиции Донецкой области, боевики начали обстрел освобожденного поселка. Ранена 31-летняя местная жительница. Вражеским осколком в ногу. Раненую доставили в больницу. В Минздраве планируют внедрить международную классификацию инвалидности. Это постановление уже опубликовали на сайте ведомства. Его пока обсуждают. Оно позволит сделать медицину, образование и другие соцуслуги максимально доступными для людей с ограниченными возможностями. А также создать условия, чтобы они могли пройти реабилитацию и устроиться на работу. Сегодня в Киеве прошел первый форум инклюзивности. Его участники проверили около сотни столичных ресторанов, музеев, магазинов, театров, госучреждений. И только в 17 заведений были приспособлены для инвалидных колясок. Таким образом мы будем инклюзизировать общество. То есть показывать, что в принципе каждый человек имеет полное право на равные возможности. Просто государство должно немножко помочь в создании этих архитектурных доступностей. В Украине при помощи израильских специалистов будет создан центр пересадки костного мозга. А уже в ближайшее время пациенты из нашей страны смогут отправиться на святую землю для проведения этой операции. Как были достигнуты эти договоренности, расскажет Сергей Ауслендер. За несколько дней Ольга Богомолец получила представление о том, как работает знаменитая израильская медицина. Посетила несколько крупных центров, больниц, наблюдала за учениями в госпитале на севере. Там отрабатывали сценарий работы учреждения во время военных действий. Были спостерегачи из Сингапура, США, Угорщины, Украины. И, власне, моё завдание было максимально заорганизовать нашу спільную потенциальную работу. И посмотреть опыт Израиля в порядке жизни людей. И в том, как лекарства умеют реагировать на випадок бомбардувания, на випадок начала боевых действий, на випадок массового уражения. А ещё увидеть, как работает израильская трансплантология, особенно в области пересадки костного мозга. Как маленькая страна сумела организовать эту работу так, что за год здесь делают по 500 подобных операций. Никто не ждёт годами своей очереди. В Израиле действует 6 центров трансплантации костного мозга. Это в первую очередь позволяет избежать длительных очередей, что может быть смертельно опасно для больных. Максимальное время ожидания месяц, и то только в том случае, если быстро не могут подобрать донора. Если в каком-то из центров нет места, то пациента просто сразу переводят в следующий. В Украине есть все возможности, чтобы самим заниматься пересадкой костного мозга. Но нет лабораторий, позволяющих быстро определять донора. Поэтому бюджет платит за лечение украинцев за границей. Для решения этой проблемы и пригодится израильский опыт. Досягнуто договоренности с руководством Института трансплантологии про співпрацю с Украиной и допомогу в подготовке координации работы по створению Центра трансплантологии в Украине и также по навчанию наших лекарей. Теперь мяч на поле украинской власти. Будь ласка, всё готово. Давайте начнем этот процесс. Ничего, что стримует Украину, нет. Организация Центра, а тем более его открытие, процесс небыстрый. Поэтому договорились, что часть больных за счет украинского бюджета будут направлять на лечение в Израиль. Первые дети по этому контракту приедут сюда на лечение. Это также проекты для взрослых, потому что посетили мы Институт трансплантации и детей, и взрослых. Главное, это опыт и технологии, которыми Израиль готов делиться с Украиной. Никаких препятствий для этого нет. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Ушли в минус. Украина выплатила МВФ больше, чем получила, так сообщают в НБУ. Только в этом году государство перечислило фонду около полутора миллиардов долларов. А украинские счета при этом пополнились всего лишь на миллиард. Программа кредитования экономики Украины началась почти три года назад. Общий объем проекта должен составить 17,5 миллиардов, но получено из этой суммы меньше половины. В НБУ рассчитывают, что в следующем году от фонда поступит хотя бы 3,5 миллиарда. А Еврокомиссия не выплатит Украине третий транш в 600 миллионов евро. Эту финансовую помощь запланировали еще в 2015-м. Два транша Киев получила, вот третьего не видать. Почему, разбиралась Елена Абрамович. Время истекло. Программа макрофинансовой помощи Украине действительно до конца этого года. Из обещанных миллиардов 800 миллионов евро Брюссель успел перечислить лишь две трети, миллиард двести. Но виной тому не европейская бюрократия, а не выполнение Киевом обещаний. Запрет на экспорт леса кругляка не снят. Автоматическая проверка электронных деклараций не запущена. Нет законов о кредитном реестре НБУ и проверке информации о владельцах компаний. Четыре из мер, связанных с третьим и окончательным траншем, макрофинансовые помощи в настоящее время остаются невыполненными. В связи с этим комиссия не в состоянии выплатить последний транш текущей программы. Мы призываем Украину сохранить импульс реформ во многих областях, которые успешно продвинулись вперед и завершить меры, которые были выполнены в рамках текущей программы при поддержке всех заинтересованных сторон. О том, что Киев может остаться без последнего транша, Евросоюз предупреждал не раз. Впрочем, на прошлой неделе, во время саммита Восточного партнерства, украинский президент договорился в Брюсселе о новой помощи. По словам Петра Порошенко, это будет программа с 2018 года. В последнем пресс-релизе Еврокомиссии тоже упомянули о таком разговоре, но подчеркнули, выделят кредит только при условии активизации реформ. Из Брюсселя Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, подробности, Европейское бюро телеканала Интер. Организаторам схемы нелегальной миграции избрали меру пресечения содержания под стражей с правом внесения залога. Об этом сегодня сообщила пресс-служба СБУ. Правоохранители установили, что трое иностранцев подыскивали желающих без законных оснований выехать за границу и обеспечивали своих клиентов поддельными украинскими паспортами. Поймали дельцов во время получения 100 тысяч гривен. Они продавали документы для человека, находящегося в международном розыске. Напомню, преступников задержали 29 ноября. Они подделывали документы, организовали канал нелегальной миграции. Бланки этих документов привозили с территории аннексированного Крыма. Во время обыска в квартирах задержанных изъяли 15 поддельных паспортов и более 100 тысяч гривен. Сейчас решают вопрос о депортации тех, кто уже приобрел эти документы. Контрабанду сигарет на полтора миллиона гривен сегодня утром обнаружили на украинско-румынской границе. В пункт пропуска Дякова заехал украинский грузовик, вез он якобы в Румынию хвойные доски. Но сотрудники СБУ предупредили таможенников о возможной переправке контрабанды. И действительно, после тщательного досмотра под досками нашли тайники, в которых были спрятаны 100 тысяч пачек сигарет. Товар и машину изъяли, собственника оштрафуют на сумму, равную стоимости товара. И на этом же посту задержали еще один товар, который пытались вывезти за границу нелегально. Это грецкие орехи, 20 тонн. Их цену в документах, поданных на оформление, занедели втрое, указав всего 40 тысяч евро. Так пытались уйти от уплаты налогов. Товар тоже изъяли. Жители города Сарна и Ривненской области требуют немедленно создать экологическую комиссию. Те, кто живет по соседству с заводом металлургических изделий, утверждают, что им буквально нечем дышать. А предприятие продолжает наращивать свои мощности. Все подробности выясняла Инна Белецкая. Они уже не помнят, когда в последний раз проветривали свои дома. Закрытые форточки, постоянно кашляющие дети. Жители целого района в райцентре Сарны говорят, дышат по графику от выбросов до выбросов. Закрывай форточки, сиди в хате и все. Прямо напротив дому большое предприятие. На заводе металлических изделий занимаются оцинковкой металла. Как начинает выпустить дым, тут все черно-темно. Синьо, синьо тут. Я не знаю вообще, как нам дальше уже с этим цинковым заводом. Кто его судить и упустил. Правильно, он купленный, этот завод. Там все. Всем дали хабари и все. Люди годами пишут жалобы, обращаются к властям и в суды голосуют за кандидатов, которые обещают закрыть завод. Но предприятие не только работает дальше, но и наращивает мощности. Если были выкидки до 6 тонн, это официально, без того, что с фильтрами 6 тонн. А они же хотят увеличить до 20 тонн. Вы уявите, 32 тысячи людей, живые в центре места, поставили такую дошаговку. Это вообще абсурд. Люди узнав о намерениях руководства завода, опешили. Им до сих пор не показали фильтры для очистки выбросов. Депутаты гурсовета уверяют, созданную специально комиссию на предприятие попросту не пускают. Они выкидают 6 тонн в риг. Мы хотим зайти на завод, посмотреть, есть фильтр, и оно очищается. Завод игнорует, он не пускает нас на саму территорию. Люди собираются на общественные слушания, приглашают представителей властей. Но те не приходят. От завода заместитель гендиректора. Прямо на слушаниях просим его показать систему очистки выбросов. Хотя бы нашей съемочной группе. Но получаем отказ. Замгендиректор обещает людям круглый стол. Нам нужно некоторый час, чтобы специалисты это все работали и дали квалификованную ответственность, а не то, что было сегодня. Вы понимаете, что сегодня мне не дали даже слова. Жители Сарн требуют, чтобы была создана областная экологическая комиссия, которая и даст оценку деятельности завода. И предупреждают увеличение выбросов, не допустят, угрожая акциями протеста. А пока власти их игнорируют, закрывают окна поплотнее и забирают детей с улиц. Местным ребятишкам у телевизоров и компьютеров безопасней, чем вне дома. Ведь около предприятия свежего воздуха не бывает. Инна Белецкая, Николай Василюк, подробности, телеканал Интер, Ревнынская область. На Шри-Ланке в результате шторма погиб украинец. Эту информацию уже подтвердили в консульской службе МИД Украины. По предварительной информации, мужчину смыло потоком воды около туристического города Галли. В общей сложности с жертвами непогоды на Шри-Ланке стали 26 человек. Последние несколько дней там не прекращались ливни, которые сопровождались сильным ветром, штормом. Накануне объявили и об угрозе оползней из зоны бедствия. Уже эвакуировали более двух тысяч человек. Напряжение Рождества. В немецком Потсдаме из-за подозрительного пакета эвакуировали центральную городскую ярмарку. Что нашли и была ли угроза взрыва реальной, знает Татьяна Лагунова. Вместо предпраздничного веселья полицейское цепление и эвакуация. Накануне вечером рождественскую ярмарку в Потсдаме в срочном порядке закрыли ввиду угрозы теракта. Из-за подозрительного пакета, который прислали в аптеку, расположенную прямо возле рынка. Сотрудники аптеки начали распечатывать посылку. Ее содержимое показалось им подозрительным. Они сразу же выставили пакет на улицу и вызвали полицию. Пакет уничтожили при помощи контролируемого взрыва. Внутри, как сообщили силовики, был металлический цилиндр, начиненный гвоздями и петардами. А вот детонатор в посылке не обнаружили, то есть устройство было невзрывоопасным. Но ярмарку все равно решили временно не открывать. Этот пакет был доставлен по почте. И, возможно, такие же посылки получили и другие учреждения возле ярмарки. Мы должны все тщательно проверить. Полиция уже начала поиски отправителя пакета. Если найдут, ему грозит крупный денежный штраф или год тюрьмы. Рождественские ярмарки в этом году под усиленной охраной. Их ограждают бетонными блоками. На входе у посетителей проверяют сумки. А на самих рынках то и дело можно встретить вооруженных полицейских. Но, тем не менее, около 20% немцев признались. Они боятся терактов. Поэтому решили посещать рождественские ярмарки. Намного реже, чем прежде. Татьяна Лугунова, Геннадия Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Протесты в Ганновере переросли в стычки с полицией. Сотни активистов вышли на улицы против съезда партии ультраправых «Альтернатива для Германии». Все начиналось мирно. Но после того, как демонстранты начали блокировать улицы ближе к месту проведения партийного заседания, полиция перешла к более жестким методам. Арестовала всех, кто заблокировал улицу, объявив сидячий протест. Позднее стражи порядка применили водометы для силового разгона активистов. В Каневе Черкасской области музей Кобзаря разрушают дожди и талый снег. Гидроизоляция цокольного этажа не задерживает воду. Из-за этого в выставочных залах сыпется штукатурка, а стены покрываются плесенью. Это при том, что помещение всего 7 лет назад сдали в эксплуатацию после капитального ремонта и реконструкции. Обо всем подробнее в нашем материале. О таких выставочных залах с уникальными экспонатами работники Шевченковского национального заповедника мечтали годами. И мечта осуществилась в 2010-м. После масштабной реконструкции вместе с современным интерьером музей Кобзаря получил и дополнительные залы с огромным фондохранилищем в сокольном этаже. Но там уже третий год, пресень и грибок. Реконструкция музея началась еще в 2004-м, вспоминает директор заповедника. Работы проводились поэтапно, по мере поступления финансирования. Исторический долгострой обошелся госбюджету в 96 миллионов гривен. А вот его разрушительные последствия библиограф Людмила Дещенко устраняет уже за свои кровные. Дыры почти в новых стенах замазали пластилином, чтобы не затекала вода и не заползали муравьи. Места, где отпала штукатурка, заклеили обоями. Ну как уберечь музейные книги от грибка, научные работники пока не придумали. Чтобы прогревалось совсем. Тала и дождевая вода заливает весь сокольный этаж музея. Директор подозревает, что подрядчик установил некачественную гидроизоляцию. Или же ее вообще под стенами не положили. Кому предъявлять претензии не знает. Ведь и заказчики, и подрядчики, и исполнители работ в течение шести лет постоянно менялись. В 2010-м строители вообще работали наспех, чтобы успеть к 200-летию Шевченко. Подрядчик был сначала заповедник, а в 2008-м, когда были выделены деньги с суммой 34 миллиона, такая более серьезная сумма, тогда было сделано решение передать права замазника, именно управлению капитального будильника, проектные работы института УКРНДИ и проекта реставрации. А замазником, подрядником выступала корпорация УКРР. Получить комментарии в этих структурах сейчас невозможно. Они реформированы. На официальные просьбы руководства заповедника о помощи в профильном Министерстве культуры пока отмалчиваются. А вот на информационный запрос подробности все же ответили письмом. Мол, при подготовке проекта госбюджета на 2018-й учли проблемы музея и просят Минфин согласовать выделение 12,5 тысяч гривен на ремонтные работы. Хватит ли этих денег, если их все же и дадут, пока неизвестно. Ведь экспертиза помещений музея не проводилась. На нее тоже нужны деньги. Леонид Аборин, Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область. Петр Порошенко наградил народную артистку Украины Аду Роговцеву государственной премией имени Александра Довженко. Президент вручил награду на юбилейном концерте актрисы в театре имени Ивана Франко. Ада Роговцева также лауреат национальной премии имени Тараса Шевченко и герой Украины. После начала боевых действий на Донбассе Роговцева отказалась от съемок и гастролей в России и стала ездить в Мариуполь и Северодонецк. Собирала деньги на лечение украинских бойцов. Как на меня, это один из лучших символов украинской женщины. Красивой, сильной, волевой, патриотичной, которая очень любит украинскую страну и украинский народ. Бываю в таких уже закуточках, знаете, и сплю с солдатами, десь там на их кроватях, на их лижечках. Я их собираю, этих прекрасных людей, как наместыны. Вот такие люди встречаются с такими долями, с такими характерами, с такой мощностью, с такой добротою. Одесская юридическая академия 20 лет. Сегодня второй день празднования. Первые торжества прошли накануне в Одесском театре оперы и балета. Там собрались иностранные гости, ученые, дипломаты, политики, чиновники, представители духовенства и, конечно же, преподаватели со студентами. Со сцены звучали поздравительные речи, педагоги получили награды. В структуре этого вуза 10 факультетов, 3 института, 5 колледжей, 3 профтехучилища и полсотни кафедр. Подразделения открыты во многих регионах Украины. Одесская юракадемия готовит судей, прокуроров, адвокатов, следователей, а также политологов, психологов и журналистов. А начиналось все в конце 90-х с полуразрушенного учебного корпуса. Тогда с инициативой открыть в Одессе государственную юридическую академию к руководству страны обратился нынешний ее президент. Эту идею поддержал на тот момент премьер Валерий Пустовойтенко, который также принял участие в торжествах. Ему присвоили звание почетного доктора университета. Я считаю, что у нас сегодня вопрос, в том числе при помощи университета национального одесского, решен вопрос абсолютно подготовки юристов в Украине. Следующие шаги нужно, чтобы судьи стали судьями, чтобы прокуроры прокурорами, и так цепочка дальше, чтобы никто не понукал. Я горжусь, что сегодня Национальный университет Одесской юридической академии имеет хорошее имя. Я горжусь, что наши выпускники вуза, они практически все трудоустроены. Я горжусь тем новшеством, что все лекции, начиная с первого курса по шестой курс магистратуры, читаются на английском языке. В детстве, возможно, все, нужно только помочь. Так считают организаторы песенного конкурса «Яскрави Диты Украины». Его финалисты смогут представить нашу страну на международном фестивале «Сан Ремо Джуниор» в Италии. А пока очередной отборочный этап этого конкурса прошел сегодня в Запорожье. Давайте посмотрим. В репертуаре 9-летнего Михаила Ускова десятки песен. Но сегодня мальчик решил сразить публику рок-н-роллом. Уверяет за плечами трехлетний опыт выступления на сцене. Мама меня отдала учительнице по игре по фортепиано, но она оказалась еще и учительницей по вокалу. И фортепиано мы отставили и решили заниматься вокалом. Перед тем, как выйти на областную сцену, всем участникам пришлось пройти отборочные туры в районах. Организаторы уверены, именно такой конкурс дает возможность проявить свой талант детям из самых отдаленных уголков страны. «Яскрави Диты Украины живые организмы. Это живая музыка, это живый оркестр, это без фонограммы. И просто детина, она разумеет и видит, что это все по-честному». Выступления юных исполнителей члены жюри судят по критериям. Чистота интонации, красота тембра, сила голоса и артистизм. Впрочем, признаются, есть чему поучиться и у самих детей. «Это быть честным. Это очень такое нужное нам всем качество. И любить то, чем ты занимаешься по-настоящему, искренне». Запорожье уже седьмой по счету регион, где проходят отборочные туры этого песенного конкурса. Лучшие из лучших уже следующей весной соберутся в Киеве во Дворце Украины на гала-концерт. А победитель поедет в Италию представлять Украину на международном фестивале «Сан Рема Джуниор». Сергей Бордюжа, Игорь Воробей. Подробности. Телеканал «Интер». Запорожье. Как британцы встретили невесту принца Гарри и что поляки подарили Тому Хэнксу? Обо всем этом в нашем обзоре. В Ханое, столице Вьетнама, появился первый американский фастфуд – ресторан «Макдональдс». Его открытие отмечали с помпой, пели песни, били в барабаны и рассыпали конфетти. Возле двери закусочной выстроились огромные очереди. Правда, среди желающих попробовать гамбургеры и картошку фри, в основном дети и молодежь. Сегодня в Лос-Анджелесе с молотка пустят коллекцию брендовой одежды, украшений и аксессуаров. Аукцион пройдет в формате фэшн-шоу. Только зрителей и прессы возле подиума не будет. Показ будут транслировать напрямую в интернет. Присмотреть себе то самое платье от Валентина и поторговаться за него с остальными желающими покупатели смогут только в режиме онлайн. Общую стоимость представленной коллекции оценивают в 25 миллионов долларов. Том Хэнкс наконец получил посылку от своих польских поклонников. Белоснежный ФИА 1970 года польской сборки. Идея подарить Хэнксу ретро-кар появилась у его польской фанатки Манекея Скульской. Она увидела серию фотографий, на которых актер позировал рядом с легендарным автомобилем. После этого девушка инициировала сбор денег на покупку ФИАТа, его тюнинг и переправку в Штаты. Принц Гарри и Меган Маркл впервые после своей помолвки официально появились на публике. Пара посетила благотворительную ярмарку в Лондоне. Мероприятие было приурочено к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Взглянуть на принца и его невесту пришли сотни людей. Меган британцы встретили очень тепло. Улыбались, фотографировали, дарили цветы и подарки. Одна из старейших в Германии рождественских ярмарок ей почти 400 лет открылась в Нюрнберге. В двух сотнях деревянных киосках представлены самые популярные рождественские сувениры. Ёлочные игрушки, статуэтки и всевозможное лакомство. Хит-продаж традиционные баварские сосиски и глинтвейн. Главный рождественский атрибут 6-метровой ёлкой появился и у президента Германии Франка Вальтера Штанмайера. После церемонии открытия президент вместе с пришедшими детишками угощался чаем и пел песни. Белоснежка и семь гномов, спящая красавица, Санта-Клаус и пара белых медведей появились в витринах торгового центра Мэйсис. Одного из самых крупных в Нью-Йорке. Все инсталляции динамичны. На изготовление и установку декора понадобилось 9 месяцев и команда из 75 мастеров. А само здание магазина засияло разноцветными огоньками. Теперь отбоя от клиентов у Мегамола нет. Люди часами толпятся у витрин в попытках сделать селфи на память. Это все новости на сегодня. Приятного вам субботнего вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова